Многие наши поступки объективно объясняются внушением, хотя мы этого и не замечаем. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Молодцы, ребятки. Молодцы, ребятки. Молодцы, ребятки. Подбери, пожалуйста, к себе черненькую. А почему ты сказала, что она белая? Почему, детка? Ну? Не знаю. Не знаешь? Белая, а то другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? Потому вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белые, а это черные? Я хотела. Что ты хотела? И стали. Почему? Потому что они сказали так. Продолжим эксперимент. Кашу. Кашу. Сахар. Соль. Продолжим эту кашу детям. Тайхивану, пожалуйста. Ну-ка, что нам сейчас тут дадут? Какое блюдо. Каша замечательная. Сейчас вы должны отведать кашки и сказать, хорошо ли она приготовлена. Сладкая или каша? Да. Первый дадим Танечке. Танечка попробует и скажет, какая у нее каша. Сладкая. Ну-ка. А Валик попробует каши. Какая каша? Каша Ва. Каша Ва. Так. А Вова что нам скажет? Какая у него каша? Сладкая. Сладкая каша. Так, и она ловит. Так, ну-ка, Вика. Какая каша? Сладкая. Сладкая. Итак, всем сладкую. Попробуй. Последнему соленую. Сначала попробуй как следует. Какая каша у тебя? Соленая. Соленая? Такое поведение называют независимым. Стремление к самостоятельности. Ориентировка на собственные впечатления. Нам кажется это естественным. Но вот когда мнение окружающих оказывается намного важнее личных ощущений. Сладкая. Когда добровольно отказываются от собственного мнения. Такое поведение называют внушенным. Иногда конформным. Внимание. Каша соленая. Алена попробует каши и скажет нам какая каша. Попробуй как следует кашу. Как следует. Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? М? Угу. Потому что соленая. А что же, зачем же ты сказала, что она сладкая? Сладкая. Сладкая каша. Валик сейчас попробует и скажет нам, что за каша у него. Сладкая. Сладкая каша? Сережа. Ну-ка, Сережа. Сладкая. Теперь Милочка осталась. Какая, Милочка, каша? Сладкая. Ну-ка, давай еще, Мила, попробуй. Что за каша? Хочешь еще каши попробовать? Ну, это сладкая? Милочка, какая каша? Очень сладкая. Хочешь еще каши? Для всех нас очень важно мнение других. Такой каши еще не хочешь? А почему? М? 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 Потрясающий ты ребенок, Милочка. И не будем обвинять наших малышей в соглашательстве. Быть таким, как все, для ребенка очень нужно. Ведь в детском возрасте, прежде всего через игру, подражание, ведет активный процесс становления человека. Процесс усвоения норм и правил выработанных общества. Процесс социализации ребенка. Быть как все.